Глава 17.4. Книги царств. И давал ему дань. И заметил царь Ассирийский в Осии измену, так как он посылал послов к Сегору, царю Египетскому, и не доставлял дани царю Ассирийскому каждый год, и взял его царя Ассирийский под стражу и заключил его в дом темничный. И пошел царь Ассирийский на всю землю и приступил к Самарии и держал ее в осаде три года. В девятый год Осии взял царь Ассирийский в Самарию и переселил израильтян в Ассирию и поселил их в Халахе и в Хаворе при реке Газан и в городах Медийских. Когда стали грешить сыны Израилевы перед Господом Богом Своим, который вывел их из земли Египетской, из-под руки фараона царя Египетского, и стали чтить богов иных, И стали поступать по обычаям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и по обычаям царей Израильских, как поступали они, и стали делать сыны Израилевы дела неугодные Господу Богу Своему, И построили себе высоты во всех городах своих, начиная от сторожевой башни до укрепленного города, И поставили у себя статуи и изображения Астарт на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом, И стали там совершать курение на всех высотах, подобно городам, народам которых изгнал от них Господь, И делали худые дела, прогневляющие Господа, и служили идолам, о которых говорил им Господь, не делайте этого. Тогда Господь через всех пророков Своих, через всякого прозорливца, предостерегал Израиля и Иуду, говоря, «Возвратитесь со злых путей ваших, и соблюдайте заповеди мои, уставы мои, по всему учению, которое я заповедал отцам вашим, и которое я преподал вам через рабов моих пророков». Но они не слушали и ожесточили шею свою, как была шея отцовых, которые не веровали в Господа Бога своего, и презирали уставы его и завет его, который он заключил с отцами их, и откровения его, какими он предостерегал их, и пошли вслед суеты, и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они, и оставили все заповеди Господа Бога своего, и сделали себе литые изображения двух тельцов, и устроили дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и служили ваалу, и проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь, и гадали, и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа и прогневлять его. И прогневался Господь сильно на израильтян, и отверг их от лица своего, не осталось никого, кроме одного колена Иудина. И Иуда также не соблюдал заповеди Господа Бога своего, и поступал по обычаям израильтян, как поступали они. И отвратился Господь от всех потомков Израиля, и смирил их, и отдавал их в руки грабителям, и, наконец, отверг их от лица своего. Израильтяне отторглись от дома Давидова, и воцарили Иераваама, сына Навата, и отклонил Иераваам израильтян от Господа, и вовлек их в великий грех. И поступали сыны Израилю по всем грехам Иераваама, какие он делал, не отставали от них, доколе Господь не отверг Израиля от лица своего, как говорил, через всех рабов своих пророков. И переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня. И перевел царь и сирийский людей из Вавилона, и из Куты, и из Аввы, и из Ямафа, и из Сепарваима, и поселил их в городах самарийских вместо сынов израилевых, и они овладели Самарией и стали жить в городах ее. И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умершвляли их. И донесли царю ассирийскому и сказали, народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли, и зато Он посылает на них львов, и вот они умершвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли. И повелел царь ассирийский и сказал, отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда, пусть пойдет и живет там, и Он научит их закону Бога той земли. И пришел один из священников, которых выселили из Самарии и жил в Вифиле, и учил их, как чтить Господа. Притом каждый народ сделал из своих богов и поставил в капищах высот, какие устроили самаряне, каждый народ в своих городах, где живут они. Вавилоняне сделали сук Котбенов, куйтийцы сделали Нергала, емафени сделали Ашиму, авийцы сделали Невхаза и Тартака, а сепарваимцы сожигали сыновей своих в огне Адрамелеху и Аномелеху богам сепарваимским. Между тем чтили и Господа, и сделали у себя священников высот, высот из своей среды, и они служили у них в капищах высот. Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их. До сего дня поступают они по прежним своим обычаям, не боятся Господа, и не поступают по уставам и по обрядам, и по закону, и по заповедям, которые заповедал Господь сынам Якова, которому дал Он имя Израиля. И заключил Господь с ними завет, и заповедал им, говоря, не чтите богов иных, и не поклоняйтесь им, и не служите им, и не приносите жертвы им, но Господа, который вывел вас из земли египетской силой великой и мышцей простертой, Его чтите, Ему поклоняйтесь, и Ему приносите жертвы. И уставы, и учреждения, и законы, и заповеди, которые Он написал вам, старайтесь исполнять во все дни, не чтите богов иных, и завета, который Я заключил с вами, не забывайте и не чтите богов иных, только Господа Бога вашего чтите, и Он избавит вас от руки всех врагов ваших. Но они не послушали, а поступали по прежним своим обычаям. Народы эти чтили Господа, но и истуканам своим служили, да и дети их, и дети детей их до сего дня поступают так же, как поступали отцы их.